Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня четверг, в эфире передача «Натуре» в студии Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов и наш сегодняшний гость, с которым мы будем обсуждать Лигу Чемпионов, Еврокубки и Чемпионат Запада немножечко. Это один из лидеров футбольного клуба «Титан», игрок молодежной сборной России Евгений Севастьянов. Миш, привет! Женя, приветствую тебя, ты после тренировки к нам, собственно говоря, заглянул. После какой-то тренировки? Титановской? Не-не-не, у нас же вторник-четверг. Я детей другу помогаю тренировать в колледже одному. То есть и параллельные, и самые двигающиеся? Да, конечно, естественно. А какое возраст у детей? Ну, там 13-15 лет. Ну, обычный колледж, общий образовательный. Я просто к тому, что ты и сам в футбольном? Да, ну, там, как получается, учитель физкультуры друг и любой вид спорта помогаю. Грубо говоря, заменяю его на работе. Вот, и преподаю уроки. Футбольным финтам учишь? Да я всему, всему, все, что сам умею. Попаразываешь? Ну, конечно, а как по-другому? Конечно, ходят, приходят. Это вдвойне приятнее становится сразу. Удается что-то повторить за тобой? Ну, да, я ничего сложного там не делаю. Я сложный, в принципе, не умею. Замахи влево-право показал. Самый твой любимый финт? Да я не знаю, миша, честно. Я же не такой прям... У меня нету никаких там необыкновенных, каких-то фантастических трюков. Ну, наверное, самый популярный замах, на который ведутся. Вы все его знаете прекрасно. Рабона сейчас популярна у тебя, получается? Рабона популярна у нас теперь после последней игры с пищевиком у Архипова Антона. Он там Рабона исполнил, мне понравилось. И забьет. Не, я Рабона... Не, он пас пытался отдать. Не получилось? Ну да, там чуть-чуть не получилось, но заработал аут. Вот. А я нет, я не тренирую эти финты всякие. Вот как раз о Лиге Чемпионов мы поговорим. Обычно мы идем в хронологическом порядке, с группой Агги и Мега Титан. Но сегодня мы начнем с группы С, где выступает твой Титан. Помнишь вообще группу? Да, конечно, каждый матч. Какие команды? Давай сначала назовем. Авангард, Тройка и Пищевик. Ну и мы, соответственно. Да. Кто в каком порядке расположен? Тоже прекрасно осведомлен. Вот, честно, нет, не заходил. Но я, насколько знаю, мы должны быть сейчас на первом месте. Мы забили больше, чем Авангард. А Авангард должен быть на третьем. Или на втором. Они Тройки проиграли. Или я неправильную информацию услышал? Нет, неправильно. Ты немножечко услышал. Значит, ты не знаю. Ты правильно сказал, что вы первый. И сейчас у вас 11 очков. На втором месте идет Авангард. У них 10 очков. На третьем Тройка 7 очков. Ну и Пищевик 0 очков. Авангард в этом туре обыграл Тройку. Со счетом 5-1, да. А до этого ты прав был. Тройка выиграла 1-0. То есть домашними победами обменялись. А, они еще Тур сыграли точно. Мы с Пищевиком играли? Да. Да. И Титан, по сути, обеспечивал себе выход. Это вопрос, с какого места. Но, кстати, это тоже очень важно, потому что там идет скрест. Да, да, конечно, это очень важно. Но если это идет к тому, что будем спрашивать, как мы будем играть против Авангарда, какая игра будет, будем ли мы за второе или за первое, я думаю, за первое. Ну, даже, знаешь, что хотел спросить. Ты знаешь, на какую группу вообще выходит скрест? Честно, нет. Это на группу D, где, скорее всего, три команды. Но я отсеку и позволю себе немножко так предугадать события. Это будет или бы Интер, ну, Интер точно, и усадьба Банная. Вот они теоретически могут, сейчас Интер на первом месте, у них 11 очков, усадьба Банная на втором 9 очков. Вот теоретически они, ну, соответственно, могут поменяться местами еще, да, то есть усадьба стадьба первая, да. Вот кто бы был предпочтительнее, усадьба или Интер? Я, честно, не играл ни разу, ни против тех, ни против тех, видел только и слышал, но мне вообще без разницы. У меня сейчас такая команда, я в такой команде, что мне без разницы, с кем играть. Ну, ты знаешь, все равно стиль какой-то может быть. Усадьба более... Я просто честно, вот я же тебе сказал вначале, я ни разу не... Наверное, не смотрел я все-таки игру вживую, а только слышал. Я тебе что слышал, во-первых? Слышал, ну, а Интере слышал от Макса Мадьярова, он там все-таки играл, по-моему, когда в Каббаре все были, он нас слышен был. Ну, хорошая, ну, команда тоже не бедная, скажем так, и то есть футболисты там соответствующие. Ну, в любом случае, ребята и там, и там очень хорошие, а стиль игры, честно, не знаю. Вот я тебе немножко расскажу, Интер это все-таки команда, который любит катать мяч, играть первым номером, атаковать. Да, мини-футболисты, усадьбы Банны тоже мини-футболисты, но у них такой стиль, что они как раз больше от обороны играют, то есть она умеет терпеть, она умеет обороняться и как раз играет на контр-атаку. Вот, с какой было бы проще или тяжелее? С Интером, с Интером было бы нам комфортнее играть, так как они мяч внизу держат, по твоим словам, опираясь на твое слово. И мы сейчас пытаемся играть тоже в такой же футбол, так что я думаю, нам был бы по душе Интера футбол. Матч с тройкой или с авангардом, какой сложился сложнее, да? Потому что тройка, в принципе, тоже она где-то от обороны любит играть, да? А вот авангардный футбол у них тоже как раз? Наверное, самая такая была с авангардным, там первая, которая 1-1. Вот она была трудной игрой, и вот мы как раз с той игры почувствовали в себе уверенность какую-то и пытаемся поддерживать ее на одном и том же уровне. Либо, ну, конечно, стараемся наоборот не на одном и том же уровне, а наоборот выше, 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 выше. Возвышать. Да, да, конечно. Вот, но игра с тройкой, которая была у них на выезде 4-4, тоже очень понравилась. Такая атакующая была в ту-в ту сторону, не забили столько моментов и те, и те, тоже хорошая игра была. Ну, вот авангард, авангард 3-3, кто все-таки, кому отдал бы предпочтение за второе место? Наверное, авангарду. Да, авангарду. По игре кто понравился больше? Авангард. Авангарда футбол больше понравился. Я просто там и ребят больше знаю. Так, может, не лично знакомы, но именно по футбольному знаю. Вот, поэтому, я думаю, авангарду бы отдал свое предпочтение. Ну, а я напомню, что тройка – это действующий победитель Лиги Чемпионов. Лиги Чемпионов. Да, и этот вопрос мы задавали уже Киселеву, Алексею Киселеву. Действительно, вот, тройка выглядит сейчас, как победитель Лиги Чемпионов. Нет, я думаю, что нет. Мы обсуждали это тоже, но я сказал свое мнение, что это не похоже команда на ту, которая выиграла Лигу Чемпионов. То есть, сейчас вот в нынешней... Сейчас она слабее, чем когда она выигрывала этот кубок. Ну, вот вопрос о слабости здесь такой очень... Не то, что слабее, а какая-то другая игра стала у них, скорее всего. Вот, вообще-то этот вопрос стал очень специфический, потому что после любого победного сезона команда меняется. Либо, может быть, физически в плане новой игроки, либо это может быть морально, потому что где-то устали, длинный сезон. Плюс финал был у тройки с Мегатитаном, ну, эмоциональный, сложный, да. И вот назовем этот синдром второго сезона, да, когда очень сложно играть же на том же уровне. Кладберт, да, несколько сезонов. Тут еще и посмотреть глазами тройки на всю эту ситуацию. То есть, на юге они безговорочные чемпионы, им основная цель для них была – это Лига Чемпионов. То есть, они достигли этого, и, конечно же, какой-то эмоциональный спад он будет. Плюс тройка усилилась двумя игроками из Иствуда. То есть, ну, какой-то все-таки какая-то пертурбация идет. Но все-таки мы бы говорили о полном провале тройки, если бы здесь не было набранных очков. И если бы группа была немножечко другая, все-таки Титан, Авангард, и с такой группой не выйти, в принципе, ну, это, конечно, не зазорно. Если тройка, например, не решит, например, второе место, то нельзя сказать, что это, может быть, для тройки это будет провал. Но, в принципе, Титан, Авангард, тройка – это три команды, которые могли с равными шансами выходить. И здесь как в кому футбольный бог пошлет. Тут еще в группе пищевик, который, извините меня, просто поставляет очки. То есть, нет четвертой команды, которая реально может кого-то укусить, да, вот где-то чуть-чуть вмешаться в этот расклад трех лидеров. Да, ну вот у нас в ближайшее время стартует передача на Юго-Западе, и там главный ведущий Михаил Першин обязательно расскажет, что происходит с пищевиком на Юго-Западе, да, когда по Западу мы помним еще, когда он тут чемпионом становился, и сумасшедший мастер с Керосинкой играл, и очень, да, пищевик нам очень нравился. Ну, это дела дни минувших. Жень, 17-0 с пищевиком, собственно, 19, прошу прощения, да, 19-0, да, 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 19-0, как вообще, вот у меня нет слов, напиши ты. Да я не знаю, честно, просто вышли, установка была забивать, 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 стараться обойти авангард, но не будем скрывать. В случае, если равного. Конечно, нет, мы не задумывались, мы играли просто, мы понимали, что пищевик на данной игре будет слабее нас, и где-то можно и отработать. Ну, конечно, для начала надо было забить, сделать разницу, потому что тренер дал определенную установку, и, собственно, сам ее и выполнил, по-моему, если честно. 13 забил, а правда, что долго не могли забить? Не, я забил на втором минуте, но один забил, и потом, да, вот, потом не могли, минут 15 не могли в первом тайме забить. В основном все голы пришлись во втором тайме, но очень много во втором. Ну, вот, у тебя уже так входит во вкус, забивать первым и быстрее достаточно мячи, это вот, как так получается? А почему, когда я быстрее забивал? Ну, вот, ты, например, сравнял с ФКСП первой. Ну, да. Да, блин, не знаю, я очень доволен, что, благо, что оно так идет, блин, тренируюсь, стараюсь, и, собственно, меня, походу, кто-то вознаграждает. Вот, у тебя была травма еще, тебе сейчас ничего не беспокоит, я так понимаю, что, да, все уже позади, и, то есть... Да, ну, она побаливает, но это, естественно, всегда так, потом уже, мне кажется, до конца жизни она будет болеть. Так, в основном, самое главное сейчас проблема мышцы, сейчас еще погода так поменялась резко, то есть нагрузки, плюс играешь во все эти всякие футболы разные. Сейчас сделал для себя тоже выводы, стараюсь меньше играть, ну, и не то, что стараюсь, а меньше, намного стал играть игр. Вот, надо сейчас теперь еще найти баню хорошую, приходить баню. Ну, бань в Москве-то много, да? Бань в Москве много, денег немного. Если какая баня захочет, чтобы мы ее прорекламировали, мы всегда можем это сделать в этой передаче и посоветуем Жене Севастьянову. Женя, ну, вот за количество забитых мячей были ли получены какие-то премиальные, да? Да нет, почему, это же победа, три очка, она расценивалась, пищевик все-таки это не нынешний пищевик, это все-таки не авангард там или ПКСП, то есть у нас все насчет этого продумано. Я когда открыл протокол Титан на пищевик, ну, я действительно просто вот обалдел, 12 забитых мячей Алексеем Медведевым, 13 был забитым им, но не засчитали почему-то, вот. Как вот получилось, что Медведев забил 13? Я даже не в первого раза посчитал, сколько мячей. Честно, вообще ни у кого не шло, вот я первый удар, когда сделал, мы забили, потом никто забить не мог, он вышел на замену, забил и все, кроме, в тот день, ну, кроме него, никто не мог забить, поэтому так и получилось, ну, и он, ну, все знают, какой-то игрок. Что он сказал? Подождите, что он сказал после игры? После игры? Да. Ничего, он всех поздравил, всех, ну, подбодрил и сказал, естественно, нет, нет такого, что он говорит, вот я забиваю, там, 12-13, вы ничего. Чего не можете сделать, такого нету, конечно. Ну, вот, как бы, понятно, мы так вот сейчас посмеялись, но если смотреть на результат, не зная, например, да, то, по сути, можно так и подумать, ну, как, да, вот. Ну, просто вот. Ну, каждый момент человек реализует, он везде, он везде, где мяч, он там, вот так, мастерство, ну, а что еще сказать, он это умеет, может, и, я думаю, еще долго будет. Притом, что он не хотел уходить даже на поле. Да, он не хотел, но, кроме, я говорю серьезно, вот один удар мой был, а больше никто не мог забить, и я очень много моментов упустил, он вышел, все, у него поперло, как говорится. Подождите, он забил 12 мячей не за полный матч, я так понимаю. Он сыграл, ну, я думаю, он вышел, да, минут через 15, в первом тайме, во втором, может, минут 17, так же, ну, где-то минут 33, да, за тайм, вообще, там, каждые 2 минуты гол. Ну, вот, да, действительно, фантастика. Притом на любой вкус, чем хочешь, вообще. Да, ну, и самое, что интересно, Медведев один из тех форвардов, который забивает не только, вот, когда 17-0, да, он забивает еще тогда, когда надо, когда сложно. То есть, забивает в любых ситуациях, да, и чем отличается классный форвард, там, может быть, от просто хорошего, да, он забивает 12, не только, когда, вот, можно обыграть пищевик, 17-0, когда счет 0-0 с алангардом, да, там, условно, и он забивает победный. Вот в этом, конечно, класс форварда. Ну, что ж, мы в любом случае, Женя, поздравляем тебя с выходом из группы, вопрос, с какого места, это тоже будет решаться. Ну, у нас еще есть команды, которые в Еврокубках участвовали, в частности, Мега Титан гостил у Гефеста на выезде на севере, сейчас на ваших экранах как раз фрагменты этого матча. Здесь вторая ничья подряд, Гефест, кстати, отыгрался здесь, на Западе недели ранее у Мега Титана со счетом 0-2, здесь Гефест уже был таким неким фаворитом с точки зрения психологического преимущества. Вообще, Женя, психологическое преимущество важно? Очень, конечно. Это вообще влияет на каждое принятие решения, как каждый готов, от этого зависит игра, конечно, безусловно. Вы еще в этом году с Мега Титаном не встречались, ждете, наверное, это встреча, наверное, для Ромоводителя, это принципиальнейшее. Я, честно, не знаю, сейчас больше мы готовимся к циденту, все-таки эта игра тоже не менее важна. Ну, мы об этом, да. Западная команда. А вот, Женя, тебе хотелось бы подать на ФКСП? Нет, я даже не с точки зрения. Нет, даже не то, что не только с точки зрения футбола, а то, что это просто Западная. Да, 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 если брать как нашу какую-то отдельную сторону, вот эту Западную, конечно, хотелось бы, чтобы наша больше команда продвигалась. Вот, ну и плюс, я говорю, просто интересно будет посмотреть, допустим, там тот же Мега Титан с ЦДК, да, чем Мега Титан с ФКСП. Потому что мы видим это в чемпионате, и хочется просто... И на вылет, тем более, совсем уже другие игры будут там. Да, совершенно другие. Мега Титан сбронировал первое место, потому что, напомню, в группе еще пивдом, и защита победы с отсчетом 5-0. Соответственно, с первого места команду Игоря Кроткова и Александра Голевца никто не подвинет. Гефест второй, хотя, в принципе, Истут может, если выиграть Гефест в последнем туре, может еще там повлиять на исход матча. Ну, это уже, как бы, нам не столь интересно, да. Ну, и группа Б. Здесь ФКСП гостил также на севере с УЦДК. И здесь вот победа с отсчетом 3-1. Это настолько ЦДК слабый, как вы думаете, или ФКСП сильный? Я наслышал. Ну, ФКСП всегда хорошая команда была, есть и будет. Это, я так считаю. Вот, а насчет ЦДК я слышал, опять же, я их видел только на КФЛ, и то, как я понял, эти люди, ну, не перешли в эту команду, потом играть. Это был, как бы, некий определенный сбор именно на этот турнир. Ну, да, да. Вот, и, как я понял, там тоже, да, как бы, разошлись многие. И сейчас ЦДК не тот. У ФКСП тоже крайне сложная группа была, это Селтик, да, наверное, тоже знаешь прекрасно. И, ну, ЦДК, Селтик и ФКСП. Вот, тоже мы называли одну из группы смерти, но ФКСП вообще прошел катком, действительно, и без одного поражения в такой группе это, ну, серьезно. Это сильный результат. При том, что, вы знаете, я посмотрел состав ЦДК против ФКСП, Остартовый, там, Вашурин, Алдунин в полузащите. Коряков. Коряков в нападении, да, центральный, понимаете, да, то есть, Хатаженков в обороне, то есть, там, все были, да, состав был шикарный. И вот, 3-1 победа в ФКСП, конечно, сейчас, на мой взгляд, один из главных даже фаворитов в Лиге Чемпионов. Согласен, Жень? В ФКСП? Да. Один из главных фаворитов, безусловно. Титан, можно причислять к таким фаворитам? Я не буду говорить. Ну, так, конечно, мне бы хотелось, чтобы нас причисляли. Мы стараемся, доказываем свою игру, чтобы о нас уже совсем по-другому думали, вот, а сам не буду отвечать на этот вопрос, но хотелось бы. Ну, потому как Титан играет, вполне может добиться высоких результатов, но вот ФКСП все-таки немножко по-опытнее в плане командном, да. В этом турнире, да. Уже не первый год, тем не менее, ФКСП первый здесь, 13 очков, ЦДК второй, 9, Селтик третий, 7 очков, и в последнем туре все решится. Вот, Женя, как ты думаешь, ЦДК или Селтик? Я думаю, у меня в Селтике знакомых больше, может, где-то как бы по дружбе хотелось бы, чтобы Селтик прошел, но если ты говоришь, что у ЦДК такой состав приезжает, я думаю, что они и те, и те привезут самые сильные составы, но я думаю, ЦДК пройдет, но хотелось бы, чтобы Селтик. Ну, вот, Селтик, конечно, упустил свое счастье здесь, на Сетунь парке, не видел грузов ФКСП? Вообще, честно, Миш, не свяжу. Вот, ну, все-таки ты недалеко Сетунь живешь, да? Ну, да, я понял, к чему ты говоришь. Да, заходить, посмотреть, вот, да, Селтик вел, там, конечно, если не Бирюков бы, да, штрафной, там, могу все изменить, но тем не менее, удержи победу. Ну, там, этот матч, я не знаю, его вообще анализировать, мне кажется, нельзя. Нет, я не хочу анализировать, я просто сам факт, да, Селтик удержит победу. Да, я думаю, что Селтик обыграет ЦДК. Ну, вот, знает ЦДК, как они настраиваются на матчи, как они относятся, особенно к групповой статье, вполне вероятно, что Селтик вполне может обыграть. Нет, может, 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 все может быть. Идти и идти могут. Да. Только ждать остается, любому. Ну, и сейчас на ваших экранах все четыре группы Лиги Чемпионов, и, как вы можете понимать, да, первые места группа попадают на вторые Б, и вот скрест-накрест идет, соответственно, Ц на Д. Вот так вот получается. Ну, приятная для болельщиков Запада картина, скажем прямо. Конечно, да. Здесь Лига Чемпионов особенно делаем на нее упор в этом году. Три команды, три вроде как хорошо выступают. Жей, ну и поговорим немножко еще о матче Западной Премьер Лиги. Это, естественно, матч Титан-ФКСП. Вот, на наш взгляд, это один лучший матч этого чемпионата. Согласен? Да, мне очень понравился. Это, наверное, самая интересная игра была. Ну, настрой был особенный на ФКСП. Да. У тебя-то был ты и после матча вам, да, говорил на интервью, что для тебя это было вообще... Не то, что, как бы, должок перед ФКСП, у меня перед самим собой был я. Перед партнером. Да, я уже совсем с другим, конечно, настроем выходил. Первое, в ту игру, когда я выходил, я очень дрожал, я не буду скрывать. Не знаю, почему, притом, ну, это был уже второй мой сезон, когда я играл. Вот, а на этой игре вообще полное успокоительство. Правильные слова тренера, парни каждый подошли. Все в круг встали перед игрой, настроились друг за другом. Вот это в кругу кто что говорит? Капитан. Капитан скажет свое слово, потом каждый чуть-чуть, кто успеет, добавит. Какая-то шуточка обычная. Не, не, никаких шуток, вообще никаких. То есть, вспоминаю каит-спор, да, когда вот они в кругу, и у них как раз была традиция, как раз шуточку говорить. Я был в этом кругу, да, только в другом каите уже, наверное, помоложе, который. Да, это совсем другое. Здесь другой был. Вы все время догоняли, вот, и я говорю, в какой-то момент показал, что Титан может не догнать. Не было такого счета? Ну, честно, когда мы пропустили третий, я вообще даже как будто его не заметил. Я играл как будто 2-2. Я играл, играл, и когда забил свой гол, я даже на счет не обращал внимания, потому что такая игра была. И я, наверное, скажу, что все-таки не было такого ощущения, что не догнать. Для меня было ощущение, что мы на равных. Игра была очень равной, и кто переломил свою пользу, в конце тут и выиграл. Ими оказались мы. Ну, 8 забитых мячей, такое вообще можно было предполагать? Я, честно, вот, я ни с кем, конечно, этот вопрос не обсуждал, но когда я сидел в раздевалке, про себя подумал, что, не знаю почему, но я думал, что счет будет 4-2 в наш поиск. Я вот не знаю почему, но вот мне просто в голову пришло вот эти цифры, я думал 4-2 сыгран, крупный счет, думал, будет. Не думал, что 1-0, там 2-1, потому что у нас совсем другая игра стала по сравнению с той, когда мы проиграли 2-1 в последний раз. На самом деле, что у Титан не планировал закрываться, да, в КСП, естественно? Нет, нет. Мы первый тайм неправильно играли, нам тренер был в перерыве, это объяснил. Мы подстроились под их футбол, а во втором уже одумались, благо, что забили свой момент. Жень, ну и выходные CDN, CDN тоже еще не терял очки. Огонь будет просто. Я думаю, игра будет не хуже, чем с ФКСП. Я надеюсь на это. Я как скажу, хочется выиграть, но не важно, как она сложится, я уверен, что она очень будет тоже не менее яркой. То есть 8 голов обещаешь? Не, 8. С одного меня это надо к меду сразу. Сколько забиваешь? Я не буду говорить, сколько забью, я постараюсь забить, постараюсь, но не могу сказать, сколько. Ну а мы ждем этот супер матч в субботу в 19.00 на Световом парке. На Световом парке приходите, смотрите, Евгений Свастьянов в главной роли. Спасибо, что посетил нас сегодня. Удачи тебе на игре, твоей команде. Ну и мы продолжим после небольшой паузы к нам присоединиться Максим Киселев. Мы вновь в студии, к нам присоединился Максим Киселев. Максим, приветствуем тебя. Здравствуйте. Поговорим мы теперь о кубке LFL. Ну и начнем, наверное, с группы А. Портер Изумруд 86, победа гостей со счетом 1-0. Максим Квальчук после матча с APC сказал, что определяющим будет не с точки зрения даже результата, потому что Портер в любом случае остался первым, а с точки зрения, наверное, игры, потенциала и сейчас вот то, что из себя представляет команда, как раз покажет Изумруд 86. Вот скажите, ваше мнение по этому матчу, и вот победа по делу Изумруда, что из себя представлял в этой игре Портер? Победа Изумруда по делу или нет? Сложный вопрос. Здесь нужно принимать во внимание, что Портер допустил серьезную ошибку в обороне, то есть подарили просто-напросто сопернику гол в самом начале встречи, 10-14 минуты где-то так. И вот после этого игра пошла полностью ничейная. То есть у Портера были полумоменты, у Изумруда где-то были какие-то свои подходы к воротам, но сложно говорить о том, что по делу или нет победа. То есть игра как будто бы равная, но непонятно, как Изумруд бы себя вел, если бы не открыл бы счет, не повел бы. Может быть, шел бы большими силами в атаку, что-то по-другому было бы. И тогда бы Портер бы ловил на контратаках, показал бы свою игру. Или, может, и Изумруд бы задавил. Тут сложно сказать. Изумруд сыграл здорово, грамотно, минимум дал создать подопечных ОЧК, поэтому победу, да, наверное, все-таки по делу. Ну, то есть я к чему, что Портер не был настолько лучше или хуже Изумруда, да? Нет, абсолютно равно, абсолютно равно. Ну, где-то вот индивидуальные моменты, когда на эпизоды они решают, бывает очень много, и вот 1-0 они говорят сами за себя. Группа С. Здесь у нас представлена Техносила, и посмотрите, Техносила замыкает сейчас. Квартир на первом месте Ультра 11 очков, на втором Экстримнет 7, на третьем Янг Бойс, но не швейцарский 6 очков, и Техносила 4 балла. Казалось бы, да, поражение от Янг Бойс со счетом 0-2, но мы смотрим в турнировую таблицу и видим, что у Техносила есть еще шансы, в принципе. Да, ей нужно, получается, что выиграть плюс 4 у Экстрима, да, и надеяться еще на то, что Ультра выиграет свой матч у Янг Бойс. То есть только определенные расклады выведут Техносила, но только еще в том случае, если она забьет минимум 4 мяча. Но в любом случае, да, такое нечасто бывает, как бы последнему туру ты занимаешь последнее место у нас, да, по крайней мере, в любительском футболе. Сбиваешь, занимаешься, прошу прощения, 4 место, да, и имеешь шанс на выход. Это интересно. В этом плане, да, вот выездная ничья с первым местом, да, с Ультрой, вот это колоссальное значение имело для Техносила, что она сохраняет шансы даже в последнем туре. Ну, вообще, вот то, что интересно, во всех матчах, во всех группах, точнее, если вы посмотрите, борьба в Кубке Элфроу, в принципе, она интересная, да, там три команды, которые могут бороться за выход, но при этом в большинстве четвертая команда вообще имеет либо ноль очков, либо одну, вот как-то, вот последние, они прямо вот отсекаются четко. И эта группа стоит особняком, да, для Техносила. Поэтому здесь, в принципе, все равные, да, а в других, в основном, игру, четвертая команда, они, как правило, там с нулем очков, там, случайно попавшие туда, вот. Ну, тут большой вопрос вообще, нужны ли Техносили действительно этот плей-офф, вот, например, это напряжение, эти дополнительные матчи. Группа, да, это хорошо, это дополнительная практика, это дополнительный опыт, в принципе, не такой большой груз ответственности, но вот чтобы разбиваться, там, разбивать голову в кровь, и чтобы выйти из группы, я не знаю. Конечно, все мы амбициозны, но если где-то вот к здравому смыслу, да, прибегнуть к здравому смыслу, то, наверное, не так уж и важна вот эта сетка плей-офф для этих носилов. Ну, команда молода, и вообще логичным предположить, что они должны быть голодны до побед, просто до игры. Ну, это дебют вообще, да, в кубке Офэлл, к команде. Посмотрим, что хочет Техносили как раз в последнем матче с Экстрим.нет. Ребят, ну, группа Е, Трансконтейнер, забытый, регион 13, здесь тоже три команды, которые претендуют, вот здесь вообще все запутано, здесь... Здесь забытые, запутали все вот до нереда, если честно. Казалось бы, забытые в двух матчах с Трансконтейнером не забивают ни одного мяча, но при этом они на втором месте, и у них 10 набранных очков. Столько же, сколько у Трансконтейнера. Регион, который казался еще два тура назад просто здесь явным фаворитом, да... После победы на Трансконтейнере. Да, и мы думали, что здесь все, вопрос только, кто выйдет, забыт, или Трансконтейнер. Сейчас получается все наоборот как раз. И самое интересное, что Трансконтейнер сейчас играет... С аутсайдером. С аутсайдером. С аутсайдером, просто хорошо, да. Это хорошо для нас, да. Да, 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 конечно. А вот там в том матче жарко будет, конечно. А в том матче, да, будет очень интересно. Как интересно сложится здесь. Забытый, непредсказуемый полностью. И непонятно, кто пройдет. И непонятно, вот я согласен. Если вроде бы регион, со слов того же Максима Ануфриева, да, там по игре здорово смотрелся. И, казалось бы, на выезде там тяжело, но при этом победа, да, вот, пожалуйста. Ну, я там смотрел, да, в эту нарезку, да, она выложена. И действительно, там такой матч, но 5-1. Мы тоже ее показываем, поэтому... Да, да, конечно. Да, 5-1 ввел Трансконтейнер. Вот, можно посмотреть в нарезке, как 5-1 выигрывали. Но там, если посмотреть всю-всю ее полностью, да, там туда-сюда вообще была вся игра. То есть, моментов было там у Трансконтейнера 10 и у региона не меньше. Поэтому, ну, вот так получилось, что больше реализовали и выиграли. Нет, я все-таки останусь при своем мнении. Пока что Трансконтейнер переходит из класса обороны в класс атаки все-таки больше. Это ты решил по матчу 0-0? Нет, ну, все-таки бывают такие матчи, но в целом, да. В прошлой передаче мы, кстати, обсуждали, что Трансконтейнер будто бы Крин теперь атакующий. И вот этот матч ярко подтверждает твои слова. Но при этом 0-0 и 1-0 с забытыми, как Дима говорит. Ну, вот так вот. В поиске может. Трансконтейнер все-таки нашел в себе силы. И подстать действующему победителю Кубка ЛФЛ, да, занимать на данный момент первое место, хоть и по дополнительным показателям. Да, ну, у нас Успенская, занявшая второе место, я думаю, что сложно будет уже подвинуть Нижгары с первой строчки, попадает в 1-16 финал. Соответственно, у нас регламент Кубка ЛФЛ таков, что вторые места играют друг с другом, и четыре команды выходят в весеннюю стадию, потому что четыре еще опутятся с Лиги Чемпионов. Вот такой формат. Поэтому Успенская здесь, ну, в 1-16 точно, там уже как, на кого соперник попадет, какой, как говорится, да, потому что, ну, будем смотреть уже после заключительного... Ну, не должен быть самый сильный, уж самая такая топовая команда, не должна, да, попасться? Ну, да, 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 по идее все-таки проходимый соперник должен попасться, и, соответственно, Успенская по-хорошему должны наблюдать в весенней части. Ну, и самое интересное, на мой взгляд, группа, которая вообще неожиданно, это группа G, да, такое название даже говорящее, это ЦДН Трансгарант и Чемпионат. Вот, ребят, ну, вот никак я не ожидал, что ЦДН проиграет Трансгаранту, и сейчас у Чемпионата у ЦДН будет по 10 баллов, а у Трансгаранта 9. Вот, вот, и все решается. В последнем туре ЦДН принимает Чемпионат. Вот это будет тоже за рубы-то. А я вот помню как раз, что и началось все проблемы в групповой стадии у ЦДН именно с игры с Чемпионатом, когда они реализовали кучу моментов на выезде. И вот как раз с этого момента, вот этот снежный ком, он, видимо, пошел дальше. Мы говорили, должна выходить, ЦДН, это недоразумение. Оказывается, вон оно как-то получается. Трансгарант еще недавно, кстати, в Лиге Чемпионов играл, да, и сейчас попробует обойти как раз наших западных, западную команду. И самое интересное, что теперь у Трансгаранта все в его руках. Выигрывай и выходит по-любому. А теперь ЦДН с Чемпионатом надо решать. Если ЦДН выиграет, то займет первое место. Да, если ЦДН выиграет, потому что ЦДН чемпионат по 10, то есть, если ЦДН выигрывает, скорее всего, 95%, что это будет победа ЦДН, то вот так вот. Это в 1-16-ю он железно попадает. А насчет первого места уже тоже от ЦДН будет зависеть, если они обыграют Чемпионат, то они первое место займут. Да, здесь все очень запутано, да, и после того, что было в первом, допустим, круге, да, и не уверен, что ЦДН обыграет Чемпионат. В общем, здесь тоже очень интересно. Ну, если опять мячи не будут лететь, все-таки дома играют, ну, если что, ворота чуть-чуть передвинем. Ну, посмотрим. У ЦДН еще предстоит игра с Титаном, да. Посмотрим, какое настроение будет у них после этой встречи. Вот, но вот группа G, она действительно очень интересная и запутанная. Друзья, давайте поговорим еще о кубках, в частности, о кубке Москвы. Здесь у нас две команды выступали. Флагман сыграл матчи против Железного Феликса. Дим, какой из матча ты видел? В гости ты ездил, нет? Ни одного матча не удалось не посмотреть. К сожалению, да, вот так вот. Мимо Еврокубков. Ну, Железный Феникс, Феликс, прошу прощения, да, это на восток, по-моему, команда Дмитрия Башкина ездила. И вообще матчи получились очень голевыми. Если в гостях Феликс выиграл с отчетом 4-3, дома, точнее, Феликс выиграл у себя 4-3, то общий итог 9-12 по сумме двух матчей. Дальше идет Феликс. Да, к сожалению, дальше проходим. Это какой-то открытый футбол был обеих команд, ну и флагман, это дебют в Еврокубках, вот, не постеснялась играть именно в футбол. Не удалось свалить Феликса Едмудовича, остался на пьедестале, да? Да, но, собственно, опыт есть опыт, через такие матчи они только набираются. Дим, как ты это вот смотришь, так знаешь, грустно немножко. Конечно, грустно, но потому что совершенно неоднозначное восприятие этого результата, с одной стороны, тяжело, конечно, собирать команду где-то на выездах. Правда говоря, что для любительского футбола даже вот выезд в соседний, там, может быть, округ или там, ну, сейчас в противоположный, да, на восток получилось, это уже большое приключение, это большое событие. Вот, мне кажется, что и для нашей команды это такой вот опыт, он действительно где-то, может быть, окажется незаменимым. Было интересно, было интересно, очень жалко, что не удалось. Первый выезд, да, Дим, вообще, в истории флагмана первый выездной матч, да? Да, да, вот, к сожалению, не удалось, да, продолжить свое участие. И еще у нас одна команда была, это Сокол, она играла против Гика, здесь вообще очень интересно все получается, вокруг одного счета все крутится, 4-3 домашние победы обменялись командой, и по пенальти 4-3, дальше идет Сокол, вот все 4-3 здесь. И самое интересное, да, что игра была боевая здесь, ну, ответная, очень много было желтых карточек, то есть такая настоящая рубка, что ни на есть была, и на 57-й минуте Иван Меченков не сбивает еще пенальти, то есть сбивай пенальти, и Сокол бы вышел напрямую, да, без вот этих нервных минут, потому что пенальти все-таки лотерея. Интересно, забил ли он после матча? Вот, ну, в статистике это не указано, тем не менее, просто победа Сокола, 4-3 по пенальти, и дальше идут наши западные команды, ну, хоть кто-то в Кубке Москвы у нас выступает дальше, плюс Кубок Москвы, он такой формат, получается, что как Олимпийская система, ну, где играют на вылет, ну, то есть спаренные матчи, да, не группа, ну, вот, а группа у нас в Лиге Москвы. В Лиге Москвы у нас в группе B Феникс 9 представлен, и, соответственно, в группе C Портер. Кстати, Феникс 9 идет пока со стопроцентным результатом. Ну, железный же Феникс. Железный Феникс, но это Феникс 9, вот, соответственно, у нас, кстати, друзья, выйдет интервью большое с Александром Чемутиным, достаточно интересное, почитайте, там, раскрывайте секреты не только команды, но и там про ЛЧО, тоже интересного, что рассказал. Ну, и здесь на втором месте Заряд, тоже после стопроцентных результатов, вот, между этими командами будет как раз решаться, вот, кто все-таки единоличный лидер. Ну, и в группе C, вы знаете, вообще очень интересная ситуация, Ге Портер. У Портера одна игра, одна победа, но при этом у других команд больше игр, но все равно Портер на первом месте получается. Портер-СВ, да, потому что на втором ДСЭП идет, у них две игры, две ничьи, а две другие команды, у них по две игры, там, и по одной, и поражение. Да, и, кстати, Портер, как раз, ДСЭП и играет в эти выходные, здесь на Сетовом парке, так же приходите. Вот, это все у нас Лига Москвы, но Портер в прошлом году уже один Еврокубок выиграл, сейчас хочется попробовать второй, но состав позволяет, почему бы и нет, игра команды очень симпатичная. Ну, вот, такие у нас получились обширные Еврокубки. Ждем шестого тура, где уже будет окончательно турнирная таблица, и уже мы будем подводить полноценные итоги. Ну, что ж, друзья, поговорили мы о Еврокубках, такое обширное у нас получило сообщение, спасибо нашему гостю, Жене Севастьянову, желаем ему всяческих успехов, игрок молодой, перспективный, игрок молодежной сборной, но надо вернуться и, как говорит, свой огород, это западная премьер-лига и первая дивизион. Вот, об этих событиях мы сегодня поговорим, о втором дивизионе А и 2Б мы сегодня, к сожалению, не успеем, но, наверное, это к лучшему, почему, ну, потому что, да, друзья, все-таки мы этим дивизионом, там настолько все насыщено, настолько все интересно, что мы поговорим в следующей передаче, обязательно пригласим гостя, да, я думаю, что все это очень-очень интересно, и посмаковать, наверное, лучше все-таки более подробно. Ну, 40 команд, к тому же, да, двух дивизионов. Конечно, да. Про западную премьер-лигу, да, в первую очередь мы покажем сейчас нарезки тех матчей, которые снимались, те команды, которые заказывали, один из интересных матчей Трансконтейнер-Успенская было, да, Трансконтейнер играл против тяжелейшей игры, против забытых на выезде, сыграли они 0-0, да, здесь такая, с виду вроде волевая победа со счетом 3-2, но, на самом деле, это был счет вообще 3-0, и самое интересное, что, Дим, ты еще, по-моему, ты улетел как раз, да, тебя не было, Максим, ты видел, или тебя, наверное, нет, тебя, наверное, тоже не было, но, друзья, скажу так, что три пенальти в одной игре, такое вообще помните, когда было? Ну, это вот в эпоху судействия Юрия Роженкова, мне кажется, такое, в принципе, возможно было. Да, на суде он не Роженков судил, Вадим Фирсов, нет, Василий Лазийский, что, о чем я говорю? Ну, это говорочка по Фрейду. Да, говорочка по Фрейду, Вадим Фирсов тренировал Успенская, конечно же, и три пенальти, да, и два из них, по-моему, было не забиты, ну, такой нечасто, на самом деле, случается, но Трансконтрейни все-таки, можно сказать, на классе обыграл, да, там, по счету, можно сказать, что была какая-то интрига, хотя вот Максим Ануфриев после матча, кстати, был героем тура на прошлой неделе, он сказал о том, что Успенская, в отличие от многих команд, пытается катать мяч, как-то держать все это, играть именно в футбол, ну, вот, судя пока по результату, да, у команды подопечных Вадим Фирсова не очень получается, ну, потому что победы были, хотя тоже важно, одержаны надо прямыми конкурентами, так скажем, да, командами, которые внизу турнировали таблицы, но при этом матчи с командами, которые находятся наравне или выше, все были проиграны, да, то есть победы нету. А вот ты видел матч, и очень интересно, как Успенская строила свою игру, помните, в начале сезона нам многие игроки говорили, Вадим Фирсов говорил, что мы, если что, мы будем готовы отойти от нашей игры, сыграть где-то от обороны, сыграть попроще, вот, был ли такой матч с трансконтейнером? Ну, ты знаешь, сложно. Ну, или, вот, как говорит Ануфриев, пытается играть вновь свой комбинационный футбол? Ну, сложно сказать, то есть местами где-то пытаются прессинговать, местами пытаются встречать на своей половине поля, такое ощущение, что еще главный тренер просто сам не определился, да, как вот должны играть футболисты, и они, мне кажется, путаются в этом плане, то надо атаковать, то не надо, ну, плюс замены, да, постоянно, это тоже, вот, какого-то костяка нету, который постоянно обыграл, Вадим Фирсов, вот, постоянно тасует, мне кажется, это, вот, достаточно, ну, спорный, спорный момент, потому что, когда команда выходит из первого дивизиона, вот, неизвестно, что лучше, то ли вот так тасовать состав, постоянно менять, да, вот, на эмоциях на этих выигрывать, то ли просто дать, вот, там, 10 футболистов взять, да, твердого, твердых основного состава и ими играть, вот. Ну, может быть, идет какой-то поиск? Возможно, да, возможно, да, но, по крайней мере, видишь, Успенская уже последние годы, особенно последний сезон, да, приучил, что играет первым номером, но премьер-лига, премьер-лига, все-таки немножко другой уровень, здесь, да, не получится штамповать ни победы, ни, там, обыгрывать всех кого-то, даже на одной ноге, здесь, конечно, уже Успенская в большинстве матчей не будет фаворитом, поэтому тут уже тоже надо где-то психологически поменять сознание о том, что мы, там, играем, либо, может быть, вторые номеры, да, ну, то есть, мы не фавориты, то есть, это тоже вот очень важный психологический момент. Еще один матч, который тоже у нас есть, Успенская-Мегатитан, тоже голы зрители могут видеть, но здесь Мегатитан, конечно, разобрался достаточно уверенно, и пять забитых мячей, и два пропущенных, здесь, в принципе, все понятно, и все по делу, хотя Мегатитан вот набирает, набирает только свои обороты. Успенская-Мегатитан, вот, играли тоже перед Тарас Калтейнером, вот эти вот, три дня, которые были, игровых, ну, такую поучительную, можно сказать, книжку. Трудные выходные выдались у Успенского. Ну, без них никуда, потому что играть надо, играть надо с лидерами, вот, плюс, что еще хорошо, ну, не только для Успенского, а команды, которые, например, будут находиться внизу турниной таблицы, в этом году никто не вылетает, если 14 команд не захотят сохранить. Ну, одна там может в стык попасть, но это дополнительный шанс. Ну, все равно, я не думаю, что Успенская попадет даже в стык, поэтому, где-то можно даже психологически играть, ну, спокойнее все-таки. Ну, может быть, поэтому как раз Вадим Уфирцев ищет вот то сочетание футболистов, на которое будет равняться уже в следующем сезоне. Возможно, возможно, да. Ну, показательным был и чемпионат России, где Вадим Уфирцев не мог тренировать Успенской, так как был арбитром, одним из арбитров этого турнира. Ну, и мне кажется, что у команды совершенно не было никакой вот идеи, да, то есть в первом матче по одному сценарию играли, по второму менялись семерками, и только к третьему уже подошли, может быть, с каким-то видением и пониманием. Также на этих выходных был еще один матч, это ЦСКА-84, Космос, тоже отмечу, все думали, что будет... Битва ожидали. Ну, скорее не, все-таки думалось, сколько забьет Космос, вот лично мне почему-то, да, но получилось так, что ЦСКА-84 еще и ввел, и там достаточно длительное время, была упорная игра-то, упорная. И самое интересное, что ЦСКА-то как-то играет... Какое отношение вообще к ЦСКА? Непонятно. Вот какое отношение к ЦСКА? То есть команда, которая, очевидно, может приехать в меньшинстве, может вообще не приехать, но при этом, когда приезжает, собирается там хотя бы восьмером, вроде бы похоже на команду, вроде бы действительно и результат какой-то может прийти. Нет, значит, я с тобой согласен, я говорю, уже не первая игра, вот с Альбионом, с тем же, с Космосом, команда играет неплохо-то, да, и забивает. Но тут надо, какой момент, я в самом начале, да, посчитал, когда у них в заявке у ЦСКА-84 больше половины игроков, ну, по крайней мере, в начале сезона так было, больше половины игроков именно действительно были 84-го года выпускники ЦСКА, но кто из них приезжает, там просто считанные единицы. Уже Криворучка, вратарь, да, уже стал просто штатным нападающим, он забивает, и он забивает, там восторги на трибунах от него. Кто из них, Ревякин, помните, да, по Москве был, на первую группу приехал, понял, что ловить нечего и не приезжает, Константин Казаков тоже в Москве был. Только Скопин на всех матчах, да? Нет, Скопин тоже, кстати, пропустил, Криворучка. Ну, тем не менее, да, отдадим должное ЦСКА, все-таки, может быть, вот так с миру по нитке сейчас, трансферное окно, может быть, сейчас как-то все наладится, действительно, потенциально это может быть боеспособный коллектив, ну, по крайней мере, за то, чтобы там потрепать кому-то нервы, может, вполне. Ну, Максим как раз Скопин и обещал к началу второго круга собрать всю обойму, и тогда мы, может быть, действительно во второй половине увидим настоящий ЦСКА-84. Ну, одними обещаниями, так же Ембай, да, как раз обсуждали. Ну, вроде как должны были видеть, да, и вроде обещали нам привезти его, ну, так что, ждем, Рината. Ну, посмотрим, разойдутся слова, сделаем или нет, но, да, подвал турнирной таблицы, здесь тоже есть о чем поговорить, но в этом году, да, если вы заметили, что мы не так много о нем говорим, потому что, опять же, всему причина 14 команд, которые есть, да, и интрига, она все-таки не столь высока, как была, допустим, в прошлом году, когда было действительно жарко там внизу, и мы об этом говорили. В этом году чуть-чуть позиция и ситуация изменилась, и тем не менее, мы будем освещать все равно периодически, да простят нас команды, которые внизу, но Космос, Альбион, мы все-таки обязаны показать, да, это команды, которые, вот, как раз, возможно, будут решать, кто из них будет выше, кто наберет 3 очка, а для команд эта игра вообще за 6 баллов. Согласны со мной? Конечно, вот в таких играх, по сути, в данном чемпионате, да, в укороченном, из 14 команд, все, по сути, решается, то есть команда может своего конкурента дважды обыграть, да, и спокойно уже дышать, то есть можно не вылететь из премьер-лиги в этом сезоне, там, имея, ну, скажем, там, 10 очков, да, там, 12. Да, и не попасть еще в стыке можно, так, то есть здесь все тоже важно, поэтому этот матч обязательно, я так немножко проанонсирую, что мы покажем. Ну и, друзья, еще на... Кстати, мне кажется, что 10 очков не хватит в этом сезоне, вот для того, чтобы не попасть в стыке. Мне кажется, что все-таки это слишком маленький такой порог, да, проходной балл, ну, слишком. До 20, так скажем. Ну, до 20 очков, это, в принципе, нормально абсолютно всегда было так. Я думаю, меньше 20 будет достаточно, чтобы не попасть на последнюю строчку и не участвовать в стыках, если я не могу. Ну, вот, меньше 20, наверное, да. Ну, возможно, больше... Это из 16 командами работало, примерно 24, там, 22 очка, это, в принципе, всегда позволяло остаться в премьер-лиге. Ну, посмотрим. И еще давайте поговорим об одном матче, который тоже транслировали в премьер-лиге. Это Портер Мега Титан. Максим, ты комментировал эту встречу. Вместе комментировали, да. Вместе мы с тобой работали на этом матче. И, вы знаете, вот сейчас нарезки на вашем экране, забитые мячи, ну, первый тайм в одну калитку, честно. Абсолютно. Мы ждали битвы, мы ждали борьбы, мы думали, что начнется вот драйв какой-то, но по факту это вообще не получилось. То есть получилось у нас в первом тайме неожиданно. Почему, Максим, у тебя вообще есть такое объяснение? Ну, честно говоря, я сам не понял, как так произошло. Да, мы говорили о том, что Портер один матч только в этом сезоне проиграл, да, и что Портер уже вроде как созрел, хотя бы для того, чтобы бороться за Лигу чемпионские места. И очень ждали, да, все отдачи от Портера и то, что он реально навяжет борьбу Мега Титану, хотя бы вот там предполагали, что, может быть, ну, не ничью сыграет или очко. Вот, но и Кирилл Шурга, если помнишь, интервью брали после матча, да, он сам, ну, как бы сказал, что не понимает, как так вышло, что, ну, команда, по сути, забыла выйти на первый тайм, да, и по большому счету такая команда, как Мега Титан, поведя 3-0, уже, ну, хотя ты отмечал, что она расслабляется, да, на отрезках, что и произошло. Но не отпустили, да, по большому счету 3-0, и в итоге этот первый тайм стал определяющим. Мне показалось, что, во-первых, такой факт, вы со мной не согласитесь, что Портер это ручная команда, это команда Максима Ковальчука, да, и многое здесь зависит, конечно, от него. Вот мне показалось, не согласен со мной? Ну, я уже, мне кажется, да, становлюсь не согласным с тем, что это ручная команда, да, это команда Максима Ковальчука, но вот, что она прямо ручная, мне кажется, что сейчас не все идет вот именно так, как хочет Максим Ковальчук. Ну, вот мне, почему я так говорю, потому что вот мне в этой игре показалось, что Портер это команда эмоций все-таки в большей степени, да? Ну, это какой-то упорядоченный хаос, да, вот, но это скользкая такая очень грани, то есть, когда это все перерастает в хаос, это уже не работает. Согласен. Когда слишком порядок, то, соответственно, Портер не забивает. Вот эти частицы хаосные, да, их надо все-таки завести чем-то, и чем-то таким адреналиновым, да, и вот этот укол адреналина обычно, как происходит в лице Максима Ковальчука, который дает там какие-то эмоциональные установки, кричит на бровки, может быть, так пытается завести команду. Вот мне показалось, что вот этого драйва как раз вот не хватило, не дал он там сбучку, не знаю, в хорошем, в плохом плане, может быть, там наорать, наоборот. Ну, в перерыве точно дал. Ну, в перерыве дал, да, но вот ты правильно сказал, что первый тайм уже стал определяющим, вот в чем дело, да, мне показалось, что вот этой энергии его немножко не хватило. Ну, может быть, где-то и действительно Максим Ковальчук чуть поспокойнее начал себя вести на бровки, во всяком случае, это то, что мы видим, да, что происходит в раздевалке, но я думаю, что настрой-то был в любом случае, какой-то, да, был. И здесь вот именно на это уповать, ну, только на это, наверное, не стоит. Я видел матч Кубка ЛФЛ, где Портер уступил, и вот там, ну, мне так в глаза бросилось то, что плохо работала центральная линия, линия полузащиты, потому что Миченков боролся, цеплялся, делал все как нужно, как настоящий стоп, как настоящий нападающий, а вот дальше как-то атаки не могли найти продолжение, и, собственно говоря, поэтому игра не заложилась. Да, вот мы говорили как раз о Кубке ЛФЛ уже, но и матч с Мегатитаном был в субботу, вы знаете, вот ты хорошо понял, Дима, про Миченкова, такое ощущение, что вот команда стала немножко прямолинейной с приходом Миченкова, потому что слишком на него надеются. Может быть, он, конечно, делает, но в том же с Мегатитаном, да, это уже сложнее сделать, потому что уже так присматривается к Миченкову, да, уже забивает, он уже внимательно за ним следят, его чуть прихватит, и вот, вот надо план Б. Чувствовалась установка Терентьеву, да, чтобы он персонально играл по Миченкову, потому что, ну, не знаю, конкретно ли было ему такое задание дано, но то, что он не отходил от Миченкова ни на шаг, это факт, мы с тобой специально отдельно наблюдали. Но тут еще какой момент, на мой взгляд, что не только здесь по Миченкову ситуация, но и в том, что очень многое зависит от того, какое количество мячей до него доставляется. То есть, на мой взгляд, Мегатитан вчистую переиграл в середине поля Портер, поскольку вот как что Клюев, да, что, ну, больше всего Пименов, да, сколько они шли в прессинг, да, какой колоссальный объем работы они выполнили. То есть, они выключили, по сути, середину Портера, и Миченков был на голодном пайке, да, он по большому счету только пару раз за первый тайм получил мяч, да, и один раз только смог пробить. Вот, мне кажется, что здесь в центральной линии и кроется главная причина. Ну, здесь, видишь, палка о двух концах, можно говорить, что Миченков как бы, да, его прихватывают, и какой-то атакующий такой потенциал пропадает у Портера. С другой стороны, да, можно сказать, что Мичи не доходили до него просто, да, понимаешь, и вот, кому верить здесь, на самом деле, очень сложно понять. Ну, правда, наверное, все-таки будет в результате, хотя вот тот же Форманов, да, который выходит и сбивает великолепный второй гол в девятку с левой ноги, все-таки он более, мне кажется, более разносторонний фор, это его вполне возможно можно было выпустить и пораньше, да, когда вот при счете 3-0 уже можно было креативить и как-то пробовать другие варианты. Ну, и заметь, что гол забивался Формановым с бровки, когда он врывался с позиции левого полузащитника туда в свободную зону. Да, может быть, конечно, может быть и стоило действительно раньше попробовать, потому что, ну, Терентьев очень здорово сыграл по Миченкову, и Пименов с Клюевым в центре, ну, и другие полузащитники просто переиграли Портера. Ну, и не стоит забывать, что у Портера все-таки травмы были, да, и точнее сейчас есть тот же Климкин, травмированный за этого молодого центрального защитника взяли, то есть ему тоже нужно сыгрывать, Рома Нестратов тоже не так давно перебрался в Портер. Все это нужно вновь, вот как ты говоришь, да, команда действительно сейчас не ручная, но вот чтобы она вновь стала ручной, нужно какое-то, ну, какое-то время должно пройти, наверное, для этого. Ну, опять мы даем Портеру время, потому что каждый год, да, примерно одна и та же история, да, получается, что эти молодые приходят, новые нужно делать, ну, вот, как итог, да, наверное, опять место в пятерке предполагаемое, да, хотя даже за нее будет бороться крайне сложно, но вот, но потенциал у этой команды есть неплохой, да, при наличии... Семь побед в девяти играх, проиграли только ЦДН и Мегатитан. Ну, лидером, но тем не менее, я думаю, что Ковальчук и там Александр Кочетков, да, они все-таки хотят нечто больше, вот, нежели вот рядовые победы, которые, ну, должны по-хорошему быть. Ну, Кочетков, кстати, после матча, вот я с ним блиц такой небольшой спросил, он говорит, ну, вот, видишь, пока мы по тому, как мы готовы, по нашему уровню готовности, мы пока не можем конкурировать с такими командами, как Мегатитан. То есть, еще они находятся на пути по-прежнему. Поговорили мы о западной премьер-лиге, здесь все успели поговорить, в прошлой передаче мы обсуждали первый дивизион, но на этот раз мы просто уже не укладываемся в наш лимит времени, соответственно, мы о нем поговорим уже в следующей передаче. Ну, и, как мы говорили, второй дивизион 2А и 2Б не останется без нашего внимания, прошу прощения, более подробно и по косточкам мы его разложим в следующей передаче. Ну, а сегодня мы говорили о Еврокубках, это был наш основной главный посыл. Для вас сегодня в студии был Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Максим Киселев. Это передача на туре, увидимся через две недели, до свидания.